здравствуйте с вами личные финансы передача о грамотных инвестициях к нам на почту поступают вопросы от наших телезрителей к экспертам из компании финам и сегодня мы хотим рассмотреть несколько из них здравствуйте руслан здравствуйте да действительно вопросов очень много например вопрос можно сказать на злобу дня во время кризиса 2008 года многие из-за растерянности делали неверные инвестиции в том числе и на рынок форекс неверными называет наш телезритель инвестиции когда агрессивно вкладываются деньги куда-то в одно направление причем бездумно насколько успокоилась ситуация урегулировалась на сегодняшний день насколько сегодня участники рынка адекватных принятия своих решений такой большой вопрос большой да наверное даже в нем несколько под пунктов я бы выделил я могу сказать так к сожалению всегда присутствуют такие инвесторы которые не всегда адекватны в принятии инвестиционных решений кому-то просто интересно и весело это делать и человек понимает чем это чревато а кто-то к сожалению принимает подобные решения из-за незнания либо может быть даже нежелание посоветоваться с тем или иным специалистом с консультантами нашей компании например эмоционально участники рынка зачастую действуют так например курс доллара растет уже несколько дней они покупают чтобы в дальнейшем продать и заработать но цена доллара достигла своей пиковой отметки и начинает снижение в итоге трейдеры в убытке действовать нужно было раньше а может быть такое что вообще весь рынок отреагировал на что-то эмоциональное после этого корректируется да наверное все таки тот же самый бурный обвал 2008 года прежде всего основан на эмоциях просто ни одного человека и даже не группы людей а в общем то всего мирового финансового сообщества резюмируя значит ответ на этот вопрос я хочу сказать что всякое бывает но принимая инвестиционные решения нужно либо самому вопросе разобраться детально либо все-таки обратиться к специалисту ну можно я второй вопрос задам мне очень понравился здравствуйте очень интересует инвестирование в яндекс в facebook google эти компании сильно распиарены это понятно хотелось бы уточнить насколько выгодно вкладываться в эти компании если говорить конкретно про эти компании конечно же они интересны распиарены и у них я думаю у всех хорошее будущее вот но просто так бездумно вкладываться я хочу сказать что не нужно если мы хотим зарабатывать то мы наверное хотим это все таки сделать в обозримом будущем а не когда-то потом через много лет нет бумаг которые растут прямолинейно ни разу не снижаясь в цене конечно можно приобрести большой портфель бумаг перспективной компании через несколько лет продать его и заработать энную сумму денег но гораздо больше можно получить в среднесрочном периоде сегодня купили бумаги дождались роста продали бумаги упали в цене снова можно покупать для последующей перепродажи разница в прибыли в сравнении с долгосрочным периодом может быть больше в несколько десятков раз если этот список вот посмотреть да вот именно сегодня я бы сказал что лучше всех на мой взгляд выглядит из них google я конечно вижу перспективы в этих бумагах но подчеркиваю бездумно покупать и ждать у моря погоды конечно же не советую спасибо большое нашим телезрителям я советую присылать свои вопросы спрашивать не боятся а сейчас мы обратимся к человеку который борется за прибыль на рынках у него два наших портфеля на 300 и на 30 тысяч рублей максим как у нас дела здравствуйте продолжаем вести наши два портфеля на 300 на 30 тысяч рублей за предыдущую неделю рынок продолжил свой рост мы продолжаем удерживать свои позиции по рынку акции по маленькому портфелю здесь как у нас робот наш встал торговые в шорт краткосрочный шорт также мы продолжаем его и удерживать сейчас доллар падает и мы на этом зарабатываем итого наш большой портфель оценивается в четыреста сорок одну тысячу пятьсот пятьдесят восемь рублей наш маленький портфель оценивается пятьдесят восемь тысяч шестьдесят восемь рублей на этом все спасибо до свидания каждую неделю компания финам и передача личные финансы проводит викторину главный приз в которой 70 процентная скидка на любой из курсов в учебном центре финам победителем прошлой недели стал тимур хуснудинов вопрос этой неделе как называется международный валютный рынок ответы можно присылать в виде смс на телефон восемь девятьсот тридцать семь тридцать три ноль три восемь 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 подсказка это название у всех на слуху его чаще всего используют в своей рекламе брокерские компании участвуйте и побеждайте а